Так, всех приветствую, с вами я, Алексей, вы смотрите YouTube канал Парадилм, и мы сейчас будем нанимать Наруто Ашуру. Да, у меня лагало, у меня была куча, короче, проблем, но наконец-то мы их, наверное, решили. Я надеюсь, что мы их решили. И, в общем-то, это ужасно, я ненавижу оазисов, но вы знаете это. Ну что ж, надо, надо нанимать всё равно, то есть, на этом жизнь не заканчивается, что я два дня проебал из-за того, что, типа, у оазисов какой-то бак случился, и у меня на 14% не грузился этот клиент. Значит, во-первых, типа, я получил все вот эти вот штуки, я их всегда все получаю. Значит, здесь у нас даже вот эта штука есть, и вот эта бронька, которая мне не нужна. Значит, и берём Ашуру, вот, один фрагмент, всё это было ради одного фрагмента Наруто Ашуры. И теперь мы будем покупать эти все паки. Нам нужно на 15 тысяч примерно купить. Да. Значит, Summer Budget Pack. Это ж они. Вот сколько их тут? Например, 100, если я куплю. 2000 купонов. Так, 2000. А, если будет... Значит... А если 500? Давайте 500. Ой. Блин, да не 999. М-да. Блин, как же песит. Вот, 10 тысяч. О, господи. Я 10 тысяч только что потратил. О, ужас. Я рыбок получаю за инсайты. За какие инсайты? Я не знаю, что за инсайты, но, в общем-то, поздравляю тебя, Кабза, со своими инсайтами и подобными штуками. Ну, и, в общем-то, я надеюсь, еще поскорее собрать 300 свитков, чтобы Матару заролить. Так что будет у нас интересно все. И вот они. Кстати, Purification Pack тоже есть. Вот эта штука тоже есть. Давайте откроем. Да, 500 паков нафиг. 500 нафиг паков. Вы понимаете, сколько это? А, тут еще бонусы идут. А это не так плохо. Правда, 85 рун вот этих. Нету Advanced. Все, видите, синенькое. А синенькое, это, знаете ли, не очень круто. И Магатамы, то есть, это довольно-таки неполезные штуки. Но то, что вообще бонус есть, я думал, вообще без бонуса будет. А оно еще и бонусы какие-то идут. Ну, по идее, нам-то 16 тысяч примерно нужно потратить. Но пока что давайте не будем с этим спешить, потому что лучше потратить точь-в-точь, чем что-то лишнее. Лишнего тратить абсолютно нам не нужно. Вы уж понимаете. Так, здесь я пропустил там много чего, короче, пропустил. Субботние ГНВшки и так далее. Мне из-за этого пака не дали. Все, спасибо Азисам. 5 тысяч. Интересно. Это у... Хотя по 100. Ну да, это не так много, наверное, если по 100 тратить. Неплохо-то кашу уже закупаем. Смотрите. Оп там. Оп там же. Сейчас еще может повезти, и тогда мы типа получим его полностью. Или не получится. 155. Смотрим, сколько нам нужно докупить. Так, смотрим. Где тут Ашура? Так, Итачи, Ягура. Ягура, не Ашура, как говорится. Значит, у нас 55 фрагментов. 25, да? Да, 25 фрагментов еще нужно. Ну что ж, идем закупать. Вот так. Ну, допустим, еще 100 купим. Я думаю, этого, ну, вряд ли хватит, но мы будем потихонечку все делать, поэтому посмотрим, что произойдет. Так, тысячу еще фрагментов, еще один чармпак, 40 ключиков там. Да, Макатама это не самая ценная вещь, которую я сейчас могу получить. Ой, что я делаю вообще? Идем сюда. Так, значит, 25. Это будет 130 должно остаться фрагментов здесь. 150, 49, 46, 40, 46. И причем, смотрите, как точно. А нужно 130, то есть еще 16 фрагментов. Значит, шоп. Идем в шоп. Еще покупаем. Еще, наверное, сотню сойдет. А, ну, по-моему, там даже фиксированы эти фрагменты. Давайте прочитаем, что здесь. А, блин, десятка фиксированная, кстати. Стоп, тут можно третьего Райкаги выиграть. Ну, третий Райкаги это так себе. Походу, этот ивент, он типа для новичков. Ну, ладно. Чармпаки, в принципе, мне нужны, на этом спасибо. Ну, и медиум рифайны тоже не то, чтобы совсем не были нужны. А вот эти вот синие катушки, я не знаю, куда мне их девать. Добавили бы розовые катушки, дебилы, вонючие. 139, 138. Угу, еще 8 фрагментов, окей. Будем продолжать. Ну, 50 давайте теперь. Хотя, сколько там, 16? Ну, я не буду рисковать, давайте 70 примерно. То есть, 70. Я не помню. Хотя, здесь вроде шарандома нет, поэтому. Просто мне лень считать. Мне лень считать, поэтому я буду. тянуть лямку. Ну, вот еще чармпак, еще куча ключиков. Ключики, кстати, они как бы бесконечные, поэтому это не так плохо. Буду еще ролить свои крутые штуки. Значит, раз, два, три, четыре. 132. 132. У-у-у-у, здесь вообще впритык, еще два фрагмента. Так, посчитаем. 90 до 115. Там, по-моему, 10 вот этих вот. Саммер паджерс. Значит, 1, 1 и еще 11, 12 примерно. Давайте попробуем 12 или даже 13. 13 или 14 баджей. Давайте попробуем 12, чтобы не рискнуть, так сказать. Так, 120, отлично. У меня будет ашура. И опять 95, опять 95. Значит, 95, а нужно 115. Значит, 105 и 115. Две еще единицы. Так, еще ж я не купил себе этого чувака. Две, да? Блин, у меня уже 1600 всего лишь осталось. Ну, это логично. Оно примерно столько и должно было. Ну вот, было 17, 1600 осталось. То есть, примерно там 16 тысяч он мне стоил. Ну, учитывая то, что я раньше уже получал. Я очень лаки, блин. Я очень лаки. Йоу, собаки. Я Наруто Ашурака. Да. Хе-хе-хе. Да. Это он. Это он. Наш великий Наруто Ахурастище. Ебаная. Да. Уи-и-и-и. Добро пожаловать в клуб Ашур. Парадигм. Что ж, я думаю, что его вот стоит сразу пролевелить, прокультивейтить и другими вещами заняться с ним. Давайте мы с тобой займёмся очень интересными вещами. Нарутище. Нарутище, ты весь мой. Понял? Ну, хотя мне, конечно, жаль, что я сдался, да. Ну, что поделаешь, игра так разработана, что ты не можешь не использовать Ашуру. Если ты не используешь Ашуру, то ты, короче, проигрываешь при равных остальных. Его тупо некем заменить. Он тупо очень сильно облегчает жизнь и трудно контриться. И я, как бы, я хоть и пытался ему сопротивляться, но, тем не менее, я с самого начала говорил вам, что, типа, он, типа, лучший ниндзя. Такой самый универсальный и так далее и тому подобное. Только и дейтачи его частично контрит, и то только частично. И сразу давайте его... Посильнее прокачаем, потому что использовать я его буду очень долго. Вот, до 53. Как вам такой Ашуру? Как вам такой Ашуру? Блин, я даже не знаю, как мою команду переделывать. В эту... Короче, мне нужно к нему команду. Ашура-то есть. Ашура есть, как говорится, команды нету. Ума не надо. Ну, с Херузеном я его ставить не буду. Да, я его ставить с Херузеном не буду. Скорее всего, мы будем... Мы уберем команду с этим. С Ханом. Мы тупо ее уберем. Нет, это не та команда с Ханом. Мне, если честно, лень сейчас... Вот, вот эту вот команду с Ханом нужно полностью переделывать. И ставить сюда Ашуру. Потому что здесь Эдососори. А как бы Эдососори у меня в команде... В моей Блиц-команде. С Херузеном. И, следовательно, он здесь нафиг... То есть, его отсюда нужно убирать. Остальные команды... Вот эта вот команда с Эдососори. Это мощная команда. Она, типа, все равно всех убивает. Там ЛПВП нормальная. Но все же хуже Ашуры. Также есть команда моя, которую подписчик как мне подсказал. И она мне очень понравилась. Потому что она может зарешать очень часто. Это команда, типа, с Минато Хакаги. А Минато Хакаги, в принципе, вообще... Его надо как-то применять мне. Вот в чем весь прикол. И урон у него, как бы, хороший и так далее. И поэтому я ее использую. Кстати, а Наруто... Ашуру и Наруто Рамена я могу взять в один и тот же ивент. Или же мне придется что-то там делать. Да, это плохо. То есть, на Матсури я смогу их взять. И Наруто вот этого, и Наруто Ашуру. Ну, пусть даже в одну команду не смогу поставить, но... Хотя бы на ивент взять было бы круто. Значит... Насколько я помню, всегда ставят... Как-то по-другому, что ли. Значит, с кем его поставить можно? С Херузу нам сразу отпадает. С Херузу нам я его ставить не буду. Значит, с Аноки. Стоит ли его ставить с Аноки? А Аноки вообще он воздух бафает или нет? Это же у нас воздух растет. Так. Эртвинт энд файер. Отлично Аноки заходит под эту команду. Но есть же у нас еще и этот... Товарищ интересный. Гаара. Причем есть Казакаги и есть обычный Гаара. Есть также Хоширама. Не забывайте. Тоже не лыком шитый, как говорится. И он тоже бафает Ашуру. Короче, предлагайте свои команды. Я как бы в поиске. Чирику. Дело в том, что он защитный. Я не хочу ставить защитного ниндзя, чтобы, короче, бои долго длились. Мне нужно так, чтобы ты, короче, взял, пришел, увидел и убил. Вот как это называется. А все остальное это уже нечто такое из ряда вон выходящее. Так. У нас, кстати, нету баферов нормальных. То есть у нас получается Асума в команде с Хирузаном вместе с Эдососоем. И рука у нас в команде с этим. С Минато Хакаги. Кстати, я должен трансформироваться в моего Ашуру. Где мой Ашуру? Где ты? Где же ты? Где? Ну, при... А, точно. Я чуть не забыл. Я же хочу показать вам еще бонусы разные, которые я получил. Так, тут ничего нам не дается. А, кстати, нужно... Здесь тоже ничего не дается. И вот здесь фукурукумарус дилс. И здесь, то есть, вы думали, типа я вот 15680 купонов вот столько мне стоил Ашура. И я хочу сказать, что он стоит этих денег, этих купонов. Во-первых, остальные 10 фрагментов, которые я получил, я получил их побочным путем. То есть, 8 фрагментов я получил чисто с ивента, где кроме Ашуры ничего на мощь взять нельзя было. То есть, там всякие ниндзя и среди них был Ашура. И, собственно, я не жалею, что я там эти 8 фрагментов купил. Еще 2 фрагмента я получил в рулетке, где я, короче, еще ребей, с ребейтом, со всеми остальными штуками ее ролил. Так что, это тоже, как бы, плюс. И здесь, как вы видите, за эти же 15680 купонов я еще получил 30 фрагментов Какузу. Вот еще сколько всяких чармпаков, тренинг поушинал и всякого какашинца. Так, я, короче, красавчик. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит, как говорится. Здесь, естественно, адвансы трефайны, вот еще 6 адвансы трефайнов получил за эти же деньги. Мьёбоку скифты уже нужны вот эти вот. Давайте посмотрим, что нам нужно. Так, не здесь же. Так, смотрим, что обо мне пишут. НИТИИ ХЛП ФРАММЕН ХИ ИЗЛАЙК 18 КАЗИ СВИК. Так, ЦЕНКС. Наконец-то я влился в гильдию Ашураста. Да. Короче, вот видите, пишет 10 КАЗИ АйХЛ 8 и 6 КАЗИ Теласкир. А если есть 10 КАЗИ то нужно сразу же сюда вкидывать их. Чего я вам советую, как говорится. Я, как только собрал ивент, вот видите, это оптимально. То есть я оптимально израсходовал эти все ивенты. Значит, идем сюда мне, боку эти посмотрим, что здесь нам требуется. Так, ОИЛ КОНТРОЛ. Сколько здесь требуется? 21,6 61 нам во. Здесь же значит у нас 43. Естественно, тогда мы будем вкидывать в эту штуку. все же 70 лучше вкинуть в мио-боку маунт штуки. Пока что. Пока что это выходит выгоднее. так, ну не знаю, критикал наверное лучше или резистансы и нитиэти. На самом-то деле все круто. Вот, еще мощь повышаем. 113 тысяч, но это потому, что у меня только один ниндзя стоит, но тем не менее я повышаю мощь. Значит, дальше. Ниндзя ассист культивейшн пак. Ю-ху! Теперь я смогу на 300 поушинов еще. Чарм материал паки, вы посмотрите, 25 штук здесь. Это просто жесть. Еще и какузу получил, то есть, может быть, я его соберу, правда, он мне не особо-то нужен. Потому что скиллброчить я его уж точно не собираюсь. Кто бы мне что-нибудь там не говорил про этого какузу. Но это, если честно, полная херня. Он не относится к самым крутым таким ниндзям. Я его вообще не отнес. Ну, потому что слишком он дорогой. И, как бы, определенную команду под него надо еще собрать. То есть, это чисто донатерский ниндзя, и то легче уже тогда и доминато собрать там с этим с Эда Табирамой и, короче, всеми Эда Хакагами получить себе супер поле там и, короче, всякие другие ништяки. вы вы поняли. Значит, по 30 мы, естественно, тратить не будем. По 15 тоже. А вот там, где есть еще по 10, давайте потратим, чтобы по 15 было. Все, докачали до 15 и последний остался, который еще по 10, тоже докачаем до 15, а дальше будем, наверное, новый флаг собирать. Потихонечку. Оставлю бутыльки, потому что мало ли вдруг скоро флаг куплю. или не знаю. Как думаете, тратить дальше или нет? О, как хорошо повышаю. Так, тут, короче, все эти броньки стоят, чуваки. Значит, что еще здесь? мы вообще что получили? 225, 226, понятно, там уже 230 видков накопилось, это неплохо, в принципе. Activity Lucky Back здесь вроде бы еще вот эти штуки получили. Advanced Refine штуки тоже получили, Charm паки. экспериментов вот эти вот штуки, это полная хрень. Вот это единственное, что меня не устраивает, в принципе. Ну, и здесь до полного какузу, блин, 25000, это ужас какой-то. Хотя я 15000 многовато. Здесь бы было на 15000, вот. А то, блин, как-то через жопу все делают. Специально, чтобы ты типа там потрать еще, потрать еще. все. Да нечего у меня тратить из-за ваших же багов. Я 200 купонов потерял минимум из-за того, что у меня не заходило в игру. вообще мне этого ашуру я, наверное, даже сегодня не смогу использовать толком. Так. Так кого мы будем с ним ставить? Вариант у нас пока что Аноки, Гара, Киллер Би, да, Киллер Би, кстати, я его еще заролил дополнительно. То есть он у меня уже четырехзвездный, я его собирал четырехзвездным специально под Наруто Ашуру, чтобы вы понимали, насколько все серьезно. Ммм, ну только я не знаю. Мне кажется, что лучше ГГ сюда поставить. Да. Потому что ему важно Ниндзюцу. Ну, ГГ Огня всегда важно Ниндзюцу. Так, ну, нет, Он Оки не нужен, потому что дополнительная атака нам как бы нифига не нужна. Она будет даваться при помощи Киллера Пи. Нам нужно еще бафнуть атаку как-то нашему Наруто Ашуре. И вот как это сделать. Это можно сделать при помощи Хаширамы. В принципе. При помощи ГАРа можно сделать. Кто лучше? Напишите. Ну, ГАРа у меня прокачанный. В этом он, короче, лучше. Можно еще Джинчурика поставить. Роша, например. А, кстати, ГАРа, он еще и Джинчурик. То есть, ему тоже баф этот будет действовать. Это очень повышает именно ценность ГАРы на этом посту. Значит, давайте посмотрим, кто у нас из Джинчуриков есть. Насколько я знаю, у меня Джинчурики команд мало. Значит, есть Наруто, но Наруто не катится. ГАРа, ГАРу мы знаем. Хана. Хана. Он не бафает нифига. То есть, ГАРа с его полем самый такой оптимальный получается. Кушина еще могла стоять. Или Ягура. Но Ягура раз не этот Энсейн, и вообще он не бафает никого. Кушина тоже никого не бафает. А мне важно, чтобы бафало. Поэтому, естественно, мы ставим ГАРу. Причем ставим его, пожалуй, вот сюда. Хотя не не знаю. Давайте сделаем что-ли вот так. Чтобы здесь типа ГАРа стоял. Ему тоже нужно ниндзюцу. Кроме того, лучше его ставить сзади, чтобы он типа это кастовал свою обилку последним. То есть, чтобы противник не терпивший так. Кстати, 202 это не вся моя мощь. То есть, на самом-то деле, она гораздо больше, потому что здесь все неправильно выставлено. Тут в этой команде нужно еще инструменты выставить, ниндзя там подкрепившихся и так далее. То есть, ну вы поняли. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Вот такой вот. А, ну давайте затестим команду. Я не знаю, что здесь ставить. Мне нужно в редактор войти. И у меня сейчас нету на это времени. Я буду ближайший день, наверное, два, еще рассматривать, какую команду строить. Пишите, какую команду вы хотите видеть. Опять же, Хошерама не бафается килером пи. Вот в этом его, конечно, проблема еще большая. Значит, еще насчет Dead Mirage'a. First action. А, Before This Ninja's first action. Ну не знаю. А Боракон, как по мне, покруче выглядит. Можем здесь поставить еще вот эту штуку. Потому что у нас вроде бы Гару тоже не особо взаимопайлиш. никого, короче, не взаимопалишь. Ну, нужно экспериментировать, короче, везде. Значит, здесь вот это. Здесь, здесь Sealing Lotus или же Illusion Mirroring Vision. Защита от дебафов и щиты против чего-то другого. против против блока противника. Трудный выбор. Очень нафиг трудный выбор. Понимаете? Крайне-крайне трудный выбор. Кстати, оно стоит этого чакры? Нет, не стоит чакры. Так вот, действительно, это трудный выбор. Самое главное, что на все чакры с такой командой хватает. Во-первых, ставим это. Насчет шибы не знаю. Шибу можно пока что оставить. И давайте попробуем хотя бы так пойти там. Стоп. А, 202. Наконец-то Ашура прилетел в этот мир. Он вас всех попки подымеет. Кстати, у него, по-моему, плюс к ниндзюцу как раз идет. Мне нужно посмотреть, что ему в плюс поставить. Скорее всего, все-таки ниндзюцу. У него автоатака ниндзюцу, у него обилка ниндзюцу, поэтому настроение, мне кажется, ему как раз ниндзюцу надо ставить. Ну, у меня довольно оригинальная команда, да? Смотрите, как хорошо фигачит. Нужно еще комбо поставить какое-то, если оно вообще может быть здесь. То есть, если кто-то меня блокирует, ну, даже через неуязываемость женчуриков, я могу поставить еще защиту дополнительную. Ему нужно поставить все инструменты, естественно, хорошие. Как бы, чтобы он каждый раунд, короче, свою обилку перезаряжал. Ему нужны криты, то есть, чтобы он кританул и комбо, и короче. Это просто нереальный блин, миндзя. Просто нереальный. Потому что у него массовое прерывание без необходимости, как у этого Минато Хокаги, использовать его на метке. Понимаете? Что он творит? Вы посмотрите, что он творит. Ковню чела. То есть, и Гара его бафает еще. Гара себя бафает у него. И Гара также может свое это. Ну, в общем, просто идеальная команда. И самое главное, все ниндзя, как бы, они те, которых я еще не использовал. Ну, что ж, а на этом я с вами точно уже прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.